В Иркутске многодетная мать с тремя детьми рискует остаться на улице. Женщина получила льготный земельный участок и уже начала обустраивать быт. Но оказалось, что право собственности на землю есть и еще одного владельца. Он потребовал через суд выселить семью. Олег Федоров разбирался в непростой ситуации. Ему слово. Свой участок Анна Токарева постоянно приводит в порядок. Женщине, как многодетной матери, еще в 2015 году Министерство имущественных отношений при Байкале выделило 10 соток в микрорайоне Славный. Здесь проживает порядка 300 семей, в большинстве по несколько детей. Привычный уклад изменился в августе, когда Анна узнала, что стала ответчиком в суде. А предмет спора выделенный ей участок. В администрации Иркутска лишь посоветовали нанять юриста. Юрист стоит по земельным делам около 200 тысяч. Таких денег у меня нет, потому что я воспитываю трех детей, одна. И если нас несут, вот куда мне в зиму с детьми, куда? Я знаю, что администрация не явилась на заседание. Два раза. Просто они отписывались. Иски в суд на Анну и ее соседей подал мужчина, который якобы является хозяином 15 соток, на которых расположены участки многодетных семей. Получил он их еще в 1996 году. Но воспользоваться правом собственности решил только сейчас. Жители не намерены уступать и решили подготовить превентивные меры. Мы не хотим ждать, поэтому мы с самого начала подключаемся. И не хотим, чтобы нас по кусочкам разобрали. Это целый поселок, это проблема целого поселка. Именно мы сделали здесь условия и территорию, доступную для жизни с семьями, многодетными семьями. А люди, которые получили в 1994 году, не понять, каком, 30 лет назад, они для этого не сделали ничего. Они только заработали, я считаю, или хотят заработать сейчас. Цели доподлинно неизвестны, однако, по словам специалистов, такие случаи нередки. В 90-е годы в России проводилась аграрно-земельная реформа. Людям раздавали земляные наделы. А вот системы кадастра тогда не существовало. Когда сегодня выдаются новые отводы, невозможно увидеть предыдущих хозяев. Иными словами, участок уже был размежован. Им не пользовались. Разграничили новый, продали или выдали. И тут появился старый владелец. На мой взгляд, здесь, естественно, была ошибка в том, что предоставлялись земли без проверки информации, без проверки государственных архивов, без проверки сведений о том, какие права возникли на этой территории раньше. Данный правообладатель, который не наблюдал за своим участком, не застраивал его 30 лет, ему было абсолютно все равно. По большому счету можно говорить о том, что он утратил интерес к этой земле. И в данном случае защиты может быть как раз срок исковой давности. Законное пользование своим участком начинается с точного определения его границ, где они фактически находятся на местности. Поэтому после регистрации права по таким старым документам нужно обязательно обращаться за уточнением границ. Уточнение границ – это кадастровая процедура, которую проводит кадастровый инженер. Сегодня это можно сделать в офисах МФЦ «Иркутска». Анну же и ее соседи сейчас ждет очередное заседание суда, назначенное на 16 сентября. Мы продолжим следить за ситуацией. Олег Федоров, Владимир Пинаев. Новости по будням.